Ежегодно в нашей стране отмечается День защиты детей. Это большой праздник именно для всех жителей нашей республики. И мы в этот день, ну, очередной раз поздравляем детей, детей инвалидов, находящихся в таких семьях, потому что эта категория, ну, обделенная. И наше внимание, а также внимание Республиканского союза молодежи Московского района будет к месту. Тем более, что мы сотрудничаем с этой организацией БРСМ по всех вопросах. И сегодня мы хотим показать им не только внимание этой категории, но и подарить определенные подарки, а также какие-то вот сценки, спектакли, где будут не только те, кто поздравляют, но и будут клоуны, я имею в виду, тоже оказывать поздравления. Это будет запоминающийся день. Поддержка семьям с детьми инвалидами нужна всегда. Да, это важно и актуально не только в празднике. Объединившись, сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Московского района и активисты БРСМ Московского района провели уже ставшую традиционной ежегодную благотворительную акцию «Скажи детству да». Для волонтеров это не единственный подобного рода проект. Сегодня мы уже посетили дневной центр пребывания инвалидов. Там мы в интерактивной форме поиграли с ребятами и подарили им подарки. Я считаю, что не бывает маленькой помощи. Любой подарок, даже маленький подарок, даже пакет с канцелярией, с какими-то игрушками, это всегда для детей радость. Плюс еще не так подарки, как само внимание, это тоже хороший такой знак на такой вот памятный хороший день защиты детей. В рамках акции специалисты территориального центра и клоуны-волонтеры подготовили праздничную программу для поздравления ребят с особенностями. Они отправились в несколько семей, поздравили ребят и вручили подарки. Улыбки на лицах, радость в глазах в очередной раз доказали, что внимание – вот что самое важное и нужное для ребят. «Что тебе больше всего понравилось?» «Подавки, внимание, то они приехали». «Спасибо большое, что не оставляют нас, что вот внимание такое уделяют многодетным семьям и семьям именно с детками такими особенными. Это очень приятно. Каждый раз вот приезжают и на 1 сентября поздравляли, и на Новый год Дед Мороз приходил, поздравлял тоже. Вот и сейчас, ну очень приятно, конечно, такая, что не оставляют нас одних со своими проблемами, с этими трудностями. Всегда помогут, всегда поддержат». Не обошли стороной нуждающихся в поддержке детей представители БРСМ Ленинского района. В рамках их акции «Помощь детям» особое внимание уделялось детям из семей, попавшим на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. «Чтобы ее провести, нужно было подключить наши все первичные организации Ленинского района. Те, которые, можно сказать, не остались в стороне и приложили все усилия, чтобы подарить детям чуточку внимания, уделить. Плюс подарки и показать свою, что, показать заботу, что она есть не только у родителей, но есть у людей, которые совсем непосредственно относятся к этим детям». Волонтеры совместно с работниками филиала «Брестские тепловые сети» посетили нуждающуюся в поддержке семью Сидоревич. Малыши были в восторге от множества пакетов с разнообразными игрушками и развивающими книгами. Их изумление и поддельный восторг послужили доказательством важности и нужности таких акций. «Очень важно в наше время поддерживать именно не каждого своего ребенка, а именно неблагополучные семьи, которые нуждаются в нашей помощи, у которых нет, может, каких-то любящих родителей или, не знаю, тех же игрушек, которые есть в достатке у других. Поэтому очень важно организациям вот так принимать участие в таких акциях. И наша организация «Брестэнерго» поддерживает такие семьи и периодически мы принимаем участие в данных акциях». «Буду спать с ягушкой. Он будет тоже со мной спать. Он тоже будет со мной спать, ягушка. Он хороший. Он мне нравится. День радости на этом не закончился. Ребята из БРСМ совместно с брестскими предприятиями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних посетили и семью Хамко. Вручили подарки и поздравили с наступившими каникулами юного Стаса. Как здорово, что еще один ребенок в этот день получил свою частичку счастья и поддержки, в которой он так нуждается. Защищать детей нужно каждый день, ежеминутно, ежечасно. Как родителям, так и нам, государственным органам, субъектам профилактики предприятия помогают нам в этом. Помогают в том, чтобы помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Сегодня мы находимся в тех семьях, которые в первую очередь необходимо не только контролировать, как живут наши ребята, чем они занимаются в летний период, но и поддержать с точки зрения того, что все здорово, все хорошо, лето впереди. Неожиданно было, был очень рад и классно, что меня им было врать. Не могла работать сейчас уже в той работе, которая работала, с позвоночником проблемы, поэтому сейчас на работу ухожу, которая не настолько оплачиваема. И поэтому для меня это очень значимая помощь. Значимая. Спасибо огромное. Хотелось бы, чтобы с каждым годом количество семей с различными жизненными сложностями уменьшалось, чтобы дети в их добрый праздник были здоровы, любимы и, главное, очень счастливы.